Вот уже сто лет они отражают все важные события, происходящие в Карачаево-Черкесии. Рассказывают своим читателям самые важные новости, происходящие в селах и аулах. Сегодня во Дворце культуры Черкеска чествовали две газеты – «Карачай» и «Черкесхэк». За сто лет они прошли большой путь становления, преобразования и развития. Не раз менялось поколение журналистов, но неизменным оставался творческий дух этих изданий и объективность. На торжественном собрании в честь столетнего юбилея газет «Карачай» и «Черкесхэк» побывала Мадина Каракетова. Такого аншлага актовый зал Дворца культуры, наверное, давно не видел. Поздравить юбиляров пришло столько людей, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Это и коллеги редакции юбиляров, друзья и родственники, среди почетных приглашенных, представители правительства и парламента республики, делегации из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Абхазии, старейшины и, конечно же, те, кто работал в газетах в разное время. Среди них и заняла Карданова, журналист черкесской редакции ГТРК «Карачаево-Черкесия». Этот праздник и её тоже, ведь первые шаги в журналистике она сделала именно в редакции «Черкесхэк». Книга – это маленькое окошко, через которое видно весь мир. Газета – то же самое. Вот это окошко открывали такие журналисты, как Шурдумов, Карданов, Дабагов, Ванхагов, Хахандуков, Братов. Я тогда ещё не знала, что я попаду вот на такое празднество, когда он будет отмечать 100 лет, этот орган власти. Это для меня большая честь. Я с такими мэтрами работала. И они научили нас, что помоложе, конечно же, как писать, что писать. Любовь к родному слову они привили. Это такие мастера были, уважаемые писатели все. Весь союз писателей тогда области заседал в наших кабинетах. Это всё так почётно, так здорово было, так работали с энтузиазмом. Так что у сегодняшней «Черкесхак» большие корни, большие семейные традиции. Я желаю этой газете процветания, равно так же, как и родной карачаевской газете. Для молодого учёного-историка Шемля Батчаева столетие газеты «Корячай» – также важное событие. И не только потому, что это любимое издание, выходящее на родном языке и празднующее свой большой юбилей. На мой взгляд, это выразитель всех надежд и чаяний нашего народа на протяжении последних 100 лет. Ещё для меня газета дорога тем, что именно мой близкий родственник Мухаммад Батчаев был первым редактором газеты «Талу-Джа-Шал» и внёс большой вклад в её становление. Так что газета, она, как говорится, зеркало жизни народа. И во все времена, благодаря газете, мы могли узнать не только о важных политических событиях в жизни нашего региона, но и о том, как жили простые люди, наши предки. А со сцены уже звучат поздравления. Это самая приятная часть любого торжества. Как к соковам печати обратился от имени главы «Корячева-Черкесии» Рашина Тимрезова председатель правительства республики Мурат Аргунов. Во все времена газета пользовалась особым доверием учитателей. В редакциях на протяжении десятилетия работали выдающиеся поэты, писатели, публицисты. Традиции, заложенные ветеранами журналистики, продолжают молодой творческий коллектив. Благодаря вам в республике издаются карачаи и черкеска, которые по-прежнему популярны среди читателей. Сегодня национальные газеты ещё несут очень важный урок. Служат сохранению и развитию родных языков. А вместе с этим этнического самосознания, обычаев и традиций, популяризации патриотических цен. Мурат Аргунов выполнил ещё одно приятное поручение главы региона. Вручил ряду журналистов газет «Карачаи» и «Черкесхэку» государственные награды и благодарности главы и правительства Карачаева-Черкесии. Так, несколько журналистов из обеих газет отмечены заслуженными званиями. Очень приятно, что сегодня наградили такой высокой наградой, так высоко оценили мой скромный труд, мой вклад в национальную журналистику. Конечно же, эта награда станет для меня стимулом для дальнейшего роста. И это ещё не всё. Редакции «Именинники», а также другие республиканские газеты получили в подарок от главы Карачаева-Черкесии автомобили. Ключи Мурат Аргунов вручил главным редакторам республиканских газет. От парламента республики также были поздравления, подарки и грамоты. Вручил их журналистам председатель комитета парламента по национальной политике и СМИ Наурус Тимрезов. Поздравления прозвучали и от гостей из соседних регионов, редакторов республиканских газет Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Абхазии, а также от коллег. И, конечно же, к своим читателям обратились ветераны журналистики, ветеран Великой Отечественной войны, проработавший в Черкесской газете 52 года, заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Джагафар Дауров и заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Кабардино-Балкарии со стажем работы в газете «Карачай» более 40 лет, народный поэт Дина Мамчуева. С ответным словом обратились к присутствующим редакторам газеты «Юбиляров». Салима Каркмазова и Люсана Абедокова поблагодарили главу правительства республики парламент и министерства шеф за всемирную поддержку от читателей, за их любовь и преданность. Позвольте искренне поблагодарить главу Карачаева-Черкесии, наших отзывчивых соучредителей парламент и правительства республики. Несмотря на сложившуюся ситуацию, несмотря на трудности сегодняшнего времени, они постоянно поддерживают нас. Особый поклон ветеранам наших газет. Десятки лет своей жизни, которые посвятили служению этого нелегкого, но благородного дела. Именно благодаря им у нас сохранилась взаимосвязь поколений в журналистике Карачаева-Черкесии. А также Салима Каркмазова сделала подарок-сюрприз своим коллегам и подписчикам газеты. Отныне 15-я по величине звезда в созвездии Большой Медведицы носит имя Карачаев. Хотела начать выступление со слов благодарности руководству республики во главе с Рашидом Борисовичем Темрезовым, с Муратом Олеговичем Аргуновым и нашим непосредственным руководителем, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, Муратом Мухарбевичем Есенеевым. Благодаря вам сегодня состоялся наш праздник. Спасибо вам огромное. Украсили праздничный вечер эстрадные артисты и творческие коллективы республики, подарив юбилярам и их гостям прекрасную концертную программу. Вадина Каракетова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаева, Черкесия.